Привет! В ходе этого урока мы с вами изучим такую тему как веб-хуки в библиотеке React.js. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Итак, что такое хуки? Хуки это специальная технология, что позволяет выполнить перехват функции в чужих процессах. И если говорить простыми словами, то за счет хук вы можете просто выполнять какие-либо действия в автоматическом формате, в зависимости от того, что было выполнено в другом каком-либо процессе. На самом-то деле мы с подобным уже с вами знакомились, когда работали просто с состояниями. То есть состояния никак работают. Мы меняем с вами значение какого-либо состояния. В то же время все надписи на самом сайте, они в автоматическом режиме тоже у нас меняются. То есть по сути это вот такой классический пример использования хуков. Когда мы меняем что-то одно и меняется дополнительно что-то другое, вне зависимости даже от нас. И в библиотеке React.js существуют разные примеры использования хуков. На данный момент мы с вами познакомимся с теми же самыми состояниями. Просто изучим, как их еще можно прописывать. И плюс еще рассмотрим с вами такой хук, который называется как UseEffect, который выполняет какие-то действия автоматически, если у нас происходят какие-либо изменения внутри компонента. Также в React.js существуют и другие хуки. Мы с ними будем знакомиться уже по ходу самого курса, если они нам понадобятся. На данный момент просто изучим саму эту технологию и посмотрим некоторые примеры ее использования. Для начала я предлагаю создать некий новый компонент. И этот компонент будет описывать просто у нас, например, какую-либо кнопку. Поэтому я сам этот компонент назову как... сам файл, вернее, назову как Button.js. Также давайте я скопирую немного кода и вставлю его сюда. Здесь же мы просто меняем с вами название компонента. То есть это будет повсюду здесь Button. И на самом-то деле я бы хотел, чтобы у нас вот этот вот файлик, чтобы этот компонент, он не был описан на основе класса, а чтобы он был описан на основе стандартной некой функции. На самом-то деле использование функции, оно настолько же популярно, насколько и использование классов. И давайте мы лучше вот для этого компонента попробуем еще воспользоваться функцией. Чтобы описать здесь функцию, мы прописываем с вами здесь константу, указываем ей название, присваиваем здесь значение функции, да, то есть вот таким вот образом. И все остальное можно не менять. Единственное, здесь уже не должно быть метода render. Здесь, поскольку это сама по себе уже функция, то здесь мы просто прописываем return и по факту что-либо выводим на экран. И еще пару слов по поводу функции. Функции на самом-то деле их очень удобно использовать, когда у вас достаточно маленький компонент, в котором вам по сути все, что необходимо сделать, так это просто вывести некую информацию. И в таком случае функции они более комфортны, более удобны, по причине того, что их запись является меньшей, нежели запись самого класса. Ну и давайте здесь мы наверняка все это удалим. Тут я предлагаю просто выводить некую кнопку. Причем я даже предлагаю сделать так, что надпись на этой кнопке, мы эту надпись будем получать из вызова самого этого компонента. То есть в момент, когда я буду вызывать, выводить на экран этот компонент, я буду передавать свойства. И здесь это свойство мы будем выводить. Чтобы вывести здесь свойства, мы просто обращаемся к props. То есть раньше мы обращались к this props. Здесь, поскольку эта функция, это this, тут такого не существует, просто обращаемся к props. И далее обратимся, например, к такому свойству, как текст. Чуть позже мы его будем передавать при вызове самого этого компонента. Также, чтобы props здесь работали, чтобы эти свойства здесь работали, нам нужно указать, что мы их принимаем здесь в качестве параметра в самом этом компоненте. В таком случае все здесь будет срабатывать без каких-либо проблем. Теперь давайте, возможно, зайдем в шапку. Здесь мы, во-первых, укажем то, что мы импортируем с вами сам этот компонент button. Вот таким образом. И плюс здесь наверняка где-нибудь в самой шапке мы помимо title, ну помимо названия нашего сайта, мы дополнительно еще здесь будем выводить нашу кнопку. Вот, например, таким образом. И, конечно же, здесь нам необходимо в этот компонент еще передать текст, который впоследствии будет добавлен сюда. Но что, если вдруг вы не хотите передавать это значение, а вообще хотели бы указать какое-то значение по умолчанию для вот этого вот свойства? Такое сделать можно. Для этого мы просто в самом компоненте button здесь обращаемся к самому этому компоненту. Дальше мы обращаемся к default props. И здесь мы указываем просто какое-то значение по умолчанию для какого-либо из свойств. Например, я буду указывать значение по умолчанию для такого свойства, как текст. И здесь, например, у меня будет написано как кнопка. В таком случае что мы получаем? Если вдруг внутрь этого компонента при его вызове, то бишь вот здесь, если вдруг мы при вызове этого компонента не будем передавать такое свойство, как текст, то в таком случае будет установлено значение по умолчанию, а значение по умолчанию это кнопка. В то же время я могу сам еще передать сюда какое-то значение, и тогда значение по умолчанию будет переписано. Вот давайте даже для примера мы здесь с вами попробуем сделать вот что. Одну кнопку мы вызовем как бы без передачи свойства текст, а вторую с передачи свойства текст. Ну и, например, в тексте мы пропишем просто button. Ну, к примеру, что и в этом духе. Сервер у меня и так уже запущен, поэтому если я зайду на страничку в браузере, мы замечаем, что вот у меня в шапке вводится кнопка, да, с надписью кнопка. И плюс вводится еще такая же кнопка, но уже с надписью button. То бишь, все срабатывает корректно. Ну, на самом-то деле вторая кнопка мне наверняка не нужна. Или, ладно, давайте мы все-таки пока ее оставим, возможно, она пригодится. Если что, позже мы ее удалим. Теперь, наконец, давайте перейдем к теме хуков. На данный момент мы с вами никакие хуки еще не прописали, то есть это стандартные были компоненты, также немного поработали со свойствами, но к хукам мы пока еще не прикасались. Смотрите, предположим, вы хотите внутрь этого компонента, внутрь компонента button, добавить состояние. Мы уже с вами рассматривали, как можно добавлять состояние, если мы говорим про класс, компонент класс. В таком случае тут создается конструктор, и здесь прописывается this state. Но на самом-то деле состояние можно добавлять и в обычные функции, как вот, например, у нас здесь есть функция. Для этого как раз и будет использоваться хук, который называется как useState. Вообще в React.js все хуки, они начинаются со слова use, поэтому если вы где-то видите, что есть какой-то метод, который начинается со слова use, например, useEffect, useState и так далее, то знайте, что это именно хук, то есть это некое действие, которое будет выполняться в автоматическом режиме. Ну и оно выполняется в определенный момент. Так вот, мы давайте с вами сделаем вот что. Мы создаем здесь просто константу, и в эту константу, и эта константа, она у нас пускай будет называться, например, как click. И в нее же мы поместим следующее значение, это просто использование такого метода, который называется как useState. В этот же метод нам необходимо указать какое-то значение по умолчанию, которое будет добавлено к самому этому состоянию. Ну, например, в моем случае, пускай это будет число 0. Конечно, вместо чисел можно указывать и строки, и true, false, например, булевые выражения, и так далее. Ну, мне нужно здесь именно число. И вот мы на данный момент давайте ничего не будем с вами делать с этим состоянием, а просто попробуем вывести его на экран. Поэтому прописываем console.log и вводим саму эту константу. Если обновить страницу в браузере, то вы заметите, что у вас будет выводиться здесь массив, который будет состоять из двух значений. Первое значение это само по себе значение вот этого нашего состояния. В моем случае это 0, так как я указал значение по умолчанию как 0. Могу указать, например, какое-то другое значение. В таком случае, вот здесь видите, два раза оно повторно еще раз вывелось, и тогда уже значение по умолчанию идет здесь как 5. Кстати, почему два раза оно выводится? По причине того, что у нас два раза используется компонент, в котором мы как бы выводим информацию в консоль. Поэтому два раза здесь идет вывод. Ну, давайте я, возможно, даже обновлю страницу. Пускай просто будет 2 здесь надписи. Так вот, смотрите. Первый элемент это просто то значение, которое находится в самом состоянии. А второй элемент это, по сути, функция, за счет которой мы и можем менять значение самого этого состояния. И нам необходимо вот здесь не просто получается создать одну как бы единственную перемену, да, одну единственную константу. Нам здесь необходимо создать действительно две как бы константы. Первая константа, она будет хранить значение, а вторая константа, она будет являться функцией, через которую мы сможем устанавливать новые значения внутрь самого состояния. И здесь эту функцию можно назвать как угодно, но обычно ее называют как set, и дальше идет то же самое название, что и название вашего значения. В моем случае, например, это будет как setClick. Теперь, что мы получили? По сути, мы с вами получили то, что на данный момент у меня вот здесь, внутри моего компонента, который является функцией, есть использование состояний. Оно используется при помощи такого метода, как useState. Значение этого состояния записывается в константе click, и также у меня есть метод setClick, который позволяет менять значение самого состояния. Теперь мы давайте с вами сделаем вот что. Мы просто здесь добавим обработчик события. Этот обработчик события, он будет выглядеть следующим образом, то есть прямиком тут я пропишу сразу анонимную функцию, и по сути в этой анонимной функции у меня будет выполняться следующий код. Я обращаюсь к функции setClick, и здесь я тогда могу обратиться к click, и могу просто к этому значению добавить плюс единицу. Тут важный момент, если вы пропишите плюс-плюс, то это будет выдавать ошибку, ведь у вас константа, и вы как бы не можете изменить ее значение в таком формате, потому что это константа. Можете поменять здесь на let, в таком случае все будет работать, но если мы используем константу, то нужно именно как бы брать текущее значение и уже к нему добавлять единицу, тогда это все будет срабатывать. Ну в общем, небольшая такая тут идет логика. Так вот, что мы будем делать? Мы при нажатии каждый раз будем просто брать наше состояние и увеличивать будем его на единицу. Дополнительно я бы хотел, возможно, вот здесь выводить само это состояние, и чтобы его вывести, я просто обращаюсь к константе и как бы эту константу вывожу. Окей, сохраняем такое. Теперь у нас вот здесь есть кнопка 0, button 0, то есть это как бы выводится дополнительно значение самого этого состояния. И вот если я, например, здесь несколько раз понажимаю, то видите, это число изменилось. Также могу еще здесь понажимать, и тоже это число меняется. Таким образом мы просто с вами реализовали уже привычные нам состояния, но теперь мы их реализовали при помощи хука useState, и реализовали их именно внутри нашего компонента, который является функцией. Ну и, конечно же, помимо использования такого метода как useState, вы можете использовать другие хуки. И, например, давайте мы рассмотрим такой еще хук, который называется как useEffect. За счет этого метода вы можете выполнять какой-либо код, который будет срабатывать автоматически при изменении каких-либо состояний. И еще, кстати, важный момент. Видите, у меня вот здесь вверху вот эти методы useState и useEffect, они подключаются в автоматическом режиме. Если вдруг они у вас не были подключены в автоматическом режиме, то не забудьте их, конечно же, здесь импортировать. Они импортируются из библиотеки React. Если их не импортировать, ничего работать не будет. Так вот, мы с вами используем useEffect. Этот метод, он принимает в качестве параметра еще один метод, ну, то есть еще одну как бы функцию. Мы создадим здесь просто анонимную функцию. И я предлагаю здесь сделать следующее. Мы просто каждый раз с вами будем менять заголовок всей нашей страницы. Каждый раз мы это будем делать, когда мы меняем состояние, которое есть у нас внутри этого компонента. Будет достаточно прикольно, я думаю. Так вот, чтобы поменять заголовок страницы, мы обращаемся к document, обращаемся к title. И далее здесь мы просто прописываем некий текст. Мы давайте пропишем здесь кавычки под наклоном. В таком случае можно прописывать как текст, так и сразу выводить можно будет различные перемены, различные константы. И тут, например, у меня будет написано «Вы нажали». И дальше здесь будет идти информация о том, сколько раз я нажал. Единственное, чтобы это все вывести корректно, вот здесь еще ставим знак доллара. Таким образом, каждый раз при нажатии на кнопку у меня будет меняться состояние. И плюс у меня в автоматическом режиме будет срабатывать метод «UseEffect», в котором мы просто с вами меняем заголовок всей страницы. Итак, на данный момент, видите, здесь написано «Вы нажали 0 раз». Также у меня есть кнопки. Нажимаю несколько раз здесь. И вы можете заметить, что, видите, заголовок у меня тоже здесь тут же меняется. Если я нажму на какую-то другую кнопку, то в таком случае, опять же, для второй кнопки у меня состояние его значения будет немного другим. Поэтому вот здесь уже теперь в заголовке пишется «Вы нажали 5 раз». То есть, поскольку я нажал на вторую кнопку, то сработал «UseEffect» для второго компонента, для второй этой кнопки. И текст поменялся в зависимости от того, что было написано на текущей кнопке. То есть, это еще один пример, как можно использовать различные хуки. Ну, например, «UseEffect», который срабатывает каждый раз в автоматическом режиме, когда у нас происходит изменение какого-либо состояния внутри самого компонента. И вы можете еще задаться вопросом, а как же вот этот «UseEffect» использовать, если мы работаем с классами? Здесь, на самом-то деле, тоже есть аналогичный метод. Вот только он записывается немного по-другому. Он называется как «ComponentGitUpdate». Здесь вы можете принять какой-то параметр, например, «prevProp». Например, давайте я его даже назову. То есть, это как бы предыдущее состояние чего-либо. И суть этого метода сводится к тому, что он будет срабатывать каждый раз автоматически, когда у вас внутри компонента будет меняться некое состояние. Чтобы его протестировать, я предлагаю все-таки вырезать его из компонента «Header». Лучше мы его давайте поместим в такой компонент, ну, допустим, как «App». Просто здесь у меня есть состояние, и, соответственно, мы сможем все это протестировать. И здесь мы давайте пропишем какое-либо условие. И, например, это условие, оно может выглядеть как угодно. Допустим, я здесь просто буду обращаться к thisState. Дальше буду обращаться, например, к helpText. И, например, если helpText, он вдруг не будет равен значению как help, ну, предположим, что-то в этом духе, да, то в таком случае мы с вами будем выписывать в консоль некое сообщение. И здесь будет написано, ну, к примеру, сам. Конечно же, это условие, оно не обязательно, я просто показываю, что тут можете прописывать какие-то условия, то есть, например, только в том случае, если у вас какое-то состояние будет изменено, или только в том случае, если какое-то состояние будет иметь определенное там значение, только в таком случае вы будете выписывать там, например, какой-либо текст, да. Но, опять же, это условие, оно здесь не является обязательным. Просто можете прописывать, можете не прописывать. То есть, тут можно проверять любые состояния. Ну и у меня должно сейчас происходить то, что каждый раз, когда я буду менять, например, такое состояние как HelpText, у меня каждый раз должна в консоль выводиться некая информация. Ну и давайте вот мы сейчас с вами попробуем открыть консоль, для начала мы все это полностью здесь очистим. И вот, допустим, когда я просто навожу мышку, у меня ничего здесь не происходит, но если я нажму само это Input поле, то видите, что у меня здесь выводится Clicked, это выводится автоматически при помощи моего метода InputClick. Но также дополнительно срабатывает ComponentDidUpdate и у меня вводится еще информация сам. То есть ComponentDidUpdate, а также UseEffect, это примерно одно и то же самое, и оно срабатывает автоматически в момент изменения каких-либо состояний. В общем, с самой технологией хуков мы с вами еще будем знакомиться на протяжении курса, в моментах, когда они нам понадобятся. На данный момент этот урок подходит к концу, если он вам понравился, то не забывайте подписываться, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. До скорых встреч, пока!